Приветствую всех любителей шахмат! Несмотря на свою лютую ненависть к длинным контролям времени, 16-й чемпион мира Магнус Карлсон отправился на командный чемпионат Европы, где каждому шахматисту дается 90 минут на первые 40 ходов, 30 минут до конца партии, с 30-секундным добавлением за каждый сделанный ход. И я хочу представить вам партию, сыгранную во втором туре против британского гроссмейстера Рави Харриа. Итак, первый номер мирового рейтинга листа открывает партию ходом королевской пешки. Харриа применяет французскую защиту, белый захватывает центр, черный нападает на пешку Е4. Магнус уходит в закрытый вариант, черный проводит подрыв базы пешечной цепи белых по арону Немцовичу, Карлсон укрепляет центр продвижением С3. Рави мобилизует всадника, усиливая нажим, Магнус также пошел Кони в 3, на ответное слон Д7 готовит эвакуацию короля. Черный меняется на поле Д4 и тащат коня на поле Ф5, чтобы создать еще одно нападение над столовую пешку. Норвежский гроссмейстер делает 2-0, британец на скок коня. После хода Кони С3 можно было, конечно, сыграть Ферзь Б6, но тогда белый нападает на сильнейшую фигуру противника. На Ферзь опять играет слон Д2, дальше слон Дж5 получает дебютное преимущество. Поэтому в партии Рави Хариа отказывается от вылазки Ферзя в пользу продвижения пехотинца А. Магнус вбрасывает слона на королевский фланг, Хариа защищается слоном, происходит размен на поле И7. В целом по структуре размен чернопольников выгоден белым, поскольку их центральные пешки расположены на черных полях. Тем временем Магнус налаживает взаимодействие тяжелых фигур, Рави уводит короля в безопасное место. Итак, дебют завершен. У белых пространственное преимущество, у черных классический тупой французский слон, ограниченный своими же пешками. Слабость пешки Д4 использовать довольно сложно, посему позицию белых следует предпочесть. Далее, экс-чемпион мира избыточно защищает центральную пешку в преддверии стандартного подрыва Ф6. Рави уводит Ферзя на поле Д8, Магнус расчищает Леню и Е. Черным сложно предложить что-то иное, кроме хода Ф6. Например, попытка активной игры на ферзьевом фланге наталкивается на ход слон С2, угрожая испортить пешечную структуру. На конь С4 ферзь уходит на С1, на ладья С8 белые меняется и получает серьезное стратегическое преимущество. Ну а если попытаться спасти коня от размена на поле Ф5, тогда белые начинают опасную атаку на королевском фланге. Так что в нашем поединке британский гроссмейстер подрывает пешку Е5, Магнус выманивает на себя пехоту на ферзьевом фланге, дальше играет слон С2, черный меняется в центре доски, и здесь необходимо было пойти ферзь С7, нажимая на пешку Е5 и препятствуя следующему маневру белых. Дело в том, что после продолжения в партии король H8, Магнус играет конь Е2 с угрозой бахнуть на Ф5, коня поставить на Д4 и перейти в окончание, где у черных останется тупой белопольный слон. Учитывая это, Рави хочет поменять одного из коней, который метит на поле Д4. Магнус меняет лошадей и запускает пешку по линии Ф. Рави захватывает открытую линию, слон на всякий случай уходит на поле Б1, чтобы не провисать. Теперь Хария связывает пешечку с идеей треснуть на поле Е5, Магнус защищается ходом ферзь Е3, черная королева мечется по флангу, не понимая, как можно остановить наступление противника. Магнус перебрасывает ладью на открытую линию, здесь можно было пойти Ж6, но нервная беготня по дворцу продолжается. Шахматный викинг создает угрозу мата, расшатывая королевский фланг, и в атаку бросается Георгий Иванович. Он же Гога, он же Гоша, он же Юрий, он же Гора, он же Жора. Такая новость совсем выбила британского гроссмейстера из колеи. Он пошел Д4, чтобы перебрусить коня на поле Д5, но Магнус не дает. Король освобождается от неприятной связки, Карлсон играет Ж5, нападая на пешку А6. И выясняется, что брать плохо, из-за шаха и черному королю матьец. Поэтому в партии, чтобы как-то смилостивить грозных скандинавских богов и самого Магнуса, Рави жертвует коня. Магнус пробивает на поле С8, дальше съедает лошадку, черный забирает на поле Ж5 с шахом, белый перекрывается ферзем и хотят дальше меняться, переходить в окончание с лишней фигурой. Ну и собственно Рави поменял ладьи, вторгнулся на вторую горизонталь, но после хода слон Ж6 на 32 ходу признал себя побежденным. Дело в том, что у черных не хватает фигуры и не видно при этом нормальной защиты от визита белого ферзя к их королю. Например, если пойти слон Б7, то белый играет ферзь А4 и после хода ферзь Д1 король уходит от всех шахов, белый побеждает. То есть получается Магнусу скучно играть классический матч с Яном Непомнящим, а обыгрывать гроссов 2 500 не скучно. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, делитесь роликом с друзьями и до следующих встреч.